Будер-брудер! В различных ситуациях, а также знать, чего детям можно делать, а чего нельзя. Ну и вот на радио Минск вместе с Минским городским управлением МЧС решили об этом позаботиться. Предоставляют подарки. Брендированная сумка, кружка, ручка, фонарик. Что самое важное, но в темные времена, конечно, без фонарика никуда. Так вот, для того, чтобы получить эти подарки, ну, нужно будет ответить на вопрос. Кто первым правильно справится с ответом на вопрос? На 924.0 в виде смс-сообщения и принимаю ответы. Тому поступает от меня телефонный звонок. Мы с вами разговариваем в прямом эфире. Я вам задаю дополнительный вопрос, который как раз-таки и связан с детской безопасностью. И если там все в порядке, и вы знаете правильный ответ, то получаете подарки от МЧС. Ну и, конечно, получаете, так скажем, звание человека, который разбирается, досконально разбирается в безопасности детей. Вопрос наш будет касаться города Минска и касаться театра кукол. Я думаю, что многие с детьми там бывали, а может быть, даже кто-то и без детей любит сходить и посмотреть представление в театре кукол. Сейчас этот театр нам как родной, но вот когда-то, когда-то давно, он переехал к нам из другого города, из другого белорусского города. Так вот, из какого города в Минск переехал театр кукол? На 9-2-4-0 жду ваши варианты ответов. Ну и в качестве подсказки скажу, что вот этот город, откуда к нам переехал театр кукол, он по численности второй город страны. Областной центр, между прочим, самой большой области Беларуси по площади. Ну и говорят, что его название произошло от клича судоходов, которые не хотели, чтобы другие корабли сели на мель. Ну и еще, совсем уж прозрачная подсказка, там вещает Радио Минск на частоте 105,6 FM. Так что пишите, что же за город такой, откуда к нам переехал театр кукол, и будем с вами через несколько минут разговаривать в прямом эфире. Если вы окажетесь первым, кто правильно ответил, 9-2-4-0, жду ваши смс-ки. Радио Минск. Накануна с подарки от МЧС, и есть слушатель, который претендует на получение этих подарков. Юрий, доброе утро. Доброе утро, Радио. Доброе. Юрий, вы из какого города? Из Минска, из столицы. Из Минска, из столицы. А в театре кукол бывали? Ну, в 70-е годы, да, еще когда в школе работал, ходили с учениками. Ага. А вот откуда знаете, что из именно этого города переехал театр? Из Твари интересуюсь, нравится. О, это хорошо. Так вот, вопрос звучал, из какого города в Минск переехал театр кукол, и какой же это город? Из одного из южных областных, из города Гомеля. Из города Гомеля. Вы в Гомеле бывали? Конечно. А какой вот вообще из областных центров, кроме Минска, столицы, больше вам нравится всего? Ну, я конкретно не могу его выделить. Любой областной, любой районный город, любая деревня, все это отлично, хорошо и есть где что посмотреть. Это прекрасное мнение. Я с вами полностью согласен. Юрий, скажите, пожалуйста. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы в свой родной город выделить, Бобруйск, в котором я родился, жил, сейчас и в Минск приехал, живу и работаю. Хорошо. Привет городу Бобруйску. Юрий, а у вас дети есть? К сожалению, нет пока. Но планируете? Конечно, конечно. Вот о детской безопасности сегодня пойдет речь, потому что подарки от МЧС Минского городского управления. И вопрос будет заключаться в следующем. С какого возраста в Беларуси можно покупать спички, зажигалки и горючие жидкости? Вы, может быть, знаете без вариантов? Обычная, как правило, 100 совершеннолетнего. Ну, я вам дам варианты. 12 лет, 18 лет или 15 лет? Как думаете, какой верный? 12 лет это мало, 15 лет, 18 уже совершеннолетний. Я думаю, что все-таки 15 лет спички детям не игрушка. Ну, 15 или 18. Да, давайте подсказочку. Подсказочку? Знаете, если вы читали Жура верно, то вот один его герой уже в своем возрасте мог бы покупать спички. И уносил он такое гордое звание капитана. Я думаю, что 15 лет. 15 лет. Действительно, с 15-летнего возраста в Беларуси разрешена продажа спичек, зажигалок и горючих жидкостей. Так что, если вот вдруг родители, знаете, останавливаются в машине на заправочной станции, дают ребенку денежку, говорят, так, иди, приобрети бензин. Вот нельзя так делать, если не достиг ребенок 15-летнего возраста. Они могут, конечно, все-таки обезопасить своих детей. Это да, это прекрасно. И о правилах безопасности ребенка, да, и как надо вести себя в различных ситуациях. Об этом, конечно, лучше беспокоиться заранее, изучить, чтобы потом все было хорошо.